всем привет хорошего настроения здравствуйте дорогие единомышленники приветствуем зрителям нашего канала продолжая серию обзоров листая старые пластинки сегодня опять из нашего с вами волшебного ящичка мы сейчас вытянем что-нибудь наобум вот так вот не глядя просто первый павшую пластинку и послушаем на вот этом вот интересном но правда сильно детонирующим проигрывателем электроника это проигрывает игрушка и так раз два три елочка гори вытаскиваем гибкую грампластинку о аркаде райкин нам теперь детонация не страшно и правда ли текстовые текстовые так сказать звукозаписи речевые всесоюзная студия грамзай все аркаде райкин монолог холостяка и чувство юмора гибкая грампластинка аркаде райкин он даже анатаска это есть на обратной стороне народный артист ссср искусство райкина яростно он ненавидит все что мешает нам идти вперед он сатирики он имеет право быть яростным потому что за всем что он делает ощущается большое сердце доброго художника интересно какой же год это из журнала советской эстрады за 68 год господи историческая реликвия но что интересно монолог холостяка написан михаилом жванецким и чувство юмора тоже михаилом жванецким потрясающе цена 30 копеек надо же недорого вместе с обложкой стоил это пластиночка ну что же давайте послушаем так она выглядит это гибкая грампластинка а ей загиб прямо по центру диска может быть у нас ничего не получится но попытка не пытка ставить диск на вертушку и запускаем ее в работу да простят меня мужчины речь пойдет о женщинах это естественно я холостяк не старый мне 18 лет до восемнадцатого года плюс 52 минус подоходный плюс бездетность и того я по профессии бухгалтер 69 с копейками мои друзья во что бы то ни стало ханят меня женить знаете есть люди которые чувствуют себя очень плохо когда другому хорошо моем возрасте о котором я сказал выше и с моими данными о которых я скажу ниже нам не можно было бы женить весь балет большого театра мне говорят цигизмун для тебя в ташкенте есть девушка стройная как горная козочка нежная как персик я спрашиваю что улица новаи дом 28 вход с дворами налево второй этаж балкон тетя болела желтухой да очаровательная девушка зачем связывать тебя со средней азии всю жизнь привык себя чувствовать вольной птицами не нравится пейзаж за окном голоса сотрудников я срывался я сказал себе сегизмунт не торопись себя отдавать ты еще я все взял от жизни и я обижал к другой это было врач кандидат наук вот такая толстая диссертация и тема очень интересная что-то там в носу большая умница бывало по радио услышать буря мглое небо кроет что это сегизмунт я только открыла рот она говорит правильно сегизмунт это Евтушенко с ней дошел дальше всех с ней дошел до ЗАГСа с ее мамы мы перешли на ты ее папа подарил мне белые перчатки но я сказал себе сегизмунт что ты делаешь жена мудрец рядом с ней ты всю жизнь будешь чувствовать себя идиотом и я бежал к другой та ничего не сообразила то есть вообще ничего я почувствовал себя человеком я пел я свистел я ишел кроссворды она слушала меня раскрыв рот вы знаете это приятно когда слушает тебя раскрыв рот это очень приятно один день через месяц это начинает раздражать я ей сказал закрой рот дура я уже все сказал правда был уже званый вечер я преподнес ей цветы а ее папа подарил мне белые тапочки но я сказал себе сегизмунт что ты делаешь шутки шутками но могут быть и дети хорошо если одно в африке например одна родила сразу шестерых зачем тебе здесь сюрпризы зачем тебе эта ответственность перед новым поколением и я остался дома на сегодня же я чувствую себя как никогда на мне блестящий в некоторых местах костюм я зачесал все что у меня осталось наверх правда я пришел от его при разговоре посвистываю придыхаемые поскрипываю при ходьбе но если меня в тихом месте прислонить к теплой спинке со мной еще очень-очень можно поговорить о природе и о поэзии и о вас женщины нет чувство юмора чувство юмора это прекрасное чувство а если это чувство значисто отсутствует у человека да да есть такие люди весь чувство юмора не понимает человека смешного в нашем институте был такой случая есть у нас грузин хороший парень талантливый чудный по фамилии горидзе а зовут его а вас его так зовут а вас и очень тупой доценно николай степанович питьями вызывайте его в доске этого студента фамилия ваше зовут вас кто говорит а вас меня зовут николай степанович на вас как зовут и таковые товары меня зовут никола 1 меня прекратить их все вокруг Прекратите смех. Я сейчас к директору пойду. Прекратите смех. А что, что? Что это вы тут смеете? Я тоже хочу смеяться. Что? Случай, расскажу я. У нас в институте есть у нас хороший парень, грузин, такой студент по фамилии Горидзе, а зовут его Аваз. Его так зовут, этого грузин. И очень тупой децент. Вызываете его в доске студента, фамилия ваша Горидзе, зовут вас как только Аваз. И меня зовут Николай Степанович. А вас так зовут Аваз. Он не понимает, что я не понимаю, что он не понимает, ничего не понимает. Его зовут Аваз. Назвали как грузина, а он не виноват, его так назвали. Когда маленький был, он ничего не соображал, понимаешь? Его назвали так Аваз, его назвали. Тебя как зовут? Тебя вот, тебя. Степа. Ну, ты Степа, Аваз. Аваз, а ты Степа. Грузиноват, а кто Степа? Ты Степа, ты Степа, ты Степа. Аааа, а он Аваз. Вызываете в доске фамилия Горидзе, зовут Аваз. Кого? Что кого, а что кого? А он сплашивает-то все время. Периодически. Он говорит, фамилия ваша Горидзе, зовут вас как? А вы? А я, говорит, доцент. А он говорит, а я Грузин. А доцент, говорит, а я кто? А он говорит, вы тоже Грузин. Ааа, так они оба были Грузины. Вот это я не помню. Помнишь, а доцент Грузин? Да, а тот Степа. И Степа, это я Степа. Эталон Степа, а кто же Грузин? А Грузин не знал, что он Грузин? Грузин знал, но не точно. Ну не точно. А тот не знал, но сомневался. Не то ага, не то няма. Давайте еще раз. Райкин великолепен, конечно. Да. А я вот не знал, кстати, откуда эта фраза. Шутки шутками, а могут быть и дети. Оказывается, отсюда, да? Да, это распространенный мем. Давайте вторую сторону еще послушаем под завершение нашего обзора. Опаньки. А вторая сторона у этого диска пуста. Друзья, интересно, попадает же такой диск. Записана только одна сторона. Ну, в принципе, так на обложке сказано. Монолог холостяка и чувство юмора или о вас. Так что, кино не будет, кинощик заболел. Спасибо всем за внимание. Всем привет и хорошее настроение. Всегда с вами Сергей. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok